Кирове 13.06, в эфире программа «Особое мнение». Меня зовут Светлана Занько, напротив меня депутат Гордумы Антон Русских. Здравствуйте, Антон Михайлович. Город в нас живёт, бурлит, множество событий произошло с нашей последней встречи. Граждане ведут себя очень активно. Мне кажется, не последнюю роль здесь играют погодные условия. Вот эти климатические коллизии, эти необычные для зимы тепло заставляют, кажется, мне вести людей себя активнее, высказываться смелее, проявлять все свои самые светлые чувства, особенно в сегодняшний день, День Святого Валентина. Мне кажется, доказательство того, что люди стали смелее проявлять свои чувства открытия, сегодняшние митинги с утра, где участвовало более 400 человек, в поддержку, в проявлении любви нашему губернатору является свидетельством. Как считаешь? Ну, обычно сезоны сравнивают с другими заболеваниями, далёко, конечно, от этого сравнения. А ты не наблюдал вот это действие сегодня утром? Нет, к сожалению. Судя по новостям, там под ритмы музыки роднополисов, под очередной гимн, толпа из 400 людей, видимо, молодых людей, вышла к Серому Дому излить свои чувства о нашему губернатору Никите Юрьевичу Белу. Это же здорово, в День Святого Валентина. Это первый раз такое. Меня это сразило самое сердце. У нас многие события сейчас бегут впереди всех событий. Ну, я уверен, что сторонников действующего губернатора намного больше, чем его противников. Ну, вот я ещё не задала вопрос, чего бы значил этот митинг, потому что сам же наш губернатор сказал, что сейчас какие бы то ни было предвыборные акции проводить, ещё рано он выразился так, что ещё никто и в раздевалку-то не зашёл, чтобы там какую-то предвыборную вести, там, агитацию или какие-то действия. Поэтому я связываю исключительно с Днём Святого Валентина. Поддерживаю. А вот всё, что было до этого, это будет следующий мой вопрос. Но ты знаешь, какая смешная коллизия произошла, раз ты не в курсе от того, как прошёл сегодняшний митинг. Я тебе скажу, что было два митинга согласованных, один в поддержку, другой вроде бы как должен был быть против. И, естественно, представители, ты знаешь, какой партии должны были там оказаться. Ну, я могу догадываться. КПРФ, да? И очень прекрасно совершенно, мне кажется, прошли оба митинга, ряд активистов КПРФ были замечены среди митингующих в поддержку белых. На вопрос, а где же ваши товарищи, господин Готинцев улыбнулся, они и там постоят, и тут постоят, сказал он. Ну, это, наверное, говорит о том, что какой-то единой позиции по этому вопросу нет, в том числе и в рядах КПРФ. И это, на самом деле, радует и обнадёживает, потому что я сторонник того, что если заявлять о отставке или о недоверии к любому руководителю, нужно предлагать какую-то альтернативу. Если об этом заявляет будущий кандидат и говорит о том, что я считаю, что действующий глава региона не справляется со своими обязанностями, я с этими обязанностями буду справляться лучше. Ну, это имеет право на существование, это достаточно серьёзное, ответственное заявление. А когда люди заявляют о том, что нас всё не устраивает, причём неожиданно, и не говорят о том, что, а что взамен-то вы предлагаете. То есть, там, представим, там, страшный сон, там, завтра, там, губернатор, там, ушёл в отставку. Ну, я бы не хотел в этой ситуации оказаться. А для тебя это страшный сон, что завтра губернатор... Я на сегодняшний день, там, к сожалению или к счастью, я не вижу альтернативы действующему губернатору. То есть, я не вижу ни одной фигуры, которая бы могла бы, там, даже дотянуться до его уровня, сегодняшнего, там, управления регионом. Я уж не говорю о том, что он, там, он будет, там, лучше управлять, там, или эффективнее, или у него есть, там, более, там, сбалансированная, более профессиональная команда, чем есть на сегодняшний день. Глупо говорить о том, что, там, нет недостатков. Безусловно, там, недостатки есть в работе, там, любого руководителя, любого предприятия, а тем более такого крупного региона, как Кировская область. Но, если я не скажу, что, там, есть кандидат лучше, я бы с радостью посмотрел бы на него. Ну, господин Крепостнова, ты считаешь кандидатом, вот, возможно, то есть, он был бы, если бы, вот, не знаю, как теперь сложится, но вообще, судя по твоим словам, ты считаешь, что Крепостнов как раз мог бы быть кандидатом? Нет, я как раз исхожу из того, что было озвучено, он озвучил о том, что он не собирается участвовать в выборах и не собирается претендовать на пост губернатора. Мне бы хотелось бы, конечно, услышать тогда, кого он бы хотел видеть на этом посту. Понятно. Ну, и вот в связи со всем с этим, в связи с тем, что Валерия Крепостнова, по выражению некоторых его товарищей, внесло, и в связи с тем, что его инициатива была такая, теперь уже непонятная многим, напомню, что на минувшей неделе депутат ОЗС Валерий Крепостнов объявил о намерении провести внеочередное заседание ЗАГС-собраний, внести на обсуждение вопроса недоверия губернатора области. Местные единорусы позже рекомендовали эту инициативу отозвать, и было объявлено, что ряд депутатов поставил свои подписи под этим обращением, позже, однако, некоторые из них заявили, что были введены в заблуждение. Вот мне эта формулировка особенно нравится. То есть, фактически, они поставили свои подписи, не понимая, под чем расписываются? Ну, я не знаю, это вопрос, наверное, все-таки к тем депутатам, которые подписывали данный документ. Я считаю, что на сегодняшний день федеральный закон дает возможность абсолютно демократичным путем определить и дать оценку действующему губернатору, и дать возможность новому губернатору избраться. Это система выборов. То есть, если кто не в курсе, как бы у нас на сегодняшний день действует закон о выборах губернатора. Срок полномочий действующего губернатора заканчивается через год. Вот через год закончатся его полномочия, и народ собственноручно, как бы, на избирательных участках даст оценку его работе. Там, куда бежать впереди паровоза? Я в этом смысле полностью согласен с Никитой Юрьевичем по поводу того, что... А куда, как бы, заторопились-то? Не спешить, понятно. Но мой вопрос несколько другой был, в другой плоскости. А здесь вопрос уже партийной дисциплины, поскольку по итогам всех вот этих действий внезапных, спонтанных, господина Валерия Крепостнова, как говорят, партия «Единая Россия», по крайней мере, и та ее часть, которая представлена в нашем регионе, озаботилась партийной дисциплиной. Ну, это правильно, потому что, насколько я понимаю, партийного решения по данному вопросу не было. Это была, там, частная инициатива, там, ряда депутатов. Безусловно, там, депутаты имеют право, там, высказывать свое мнение или свое отношение к действующей власти, но с учетом того, что они находятся внутри политических структур, как бы, в данном случае, внутри партии «Единая Россия», то они должны, наверное, этот вопрос предварительно обсуждать и выносить консолидированную позицию, там, и, там, если она была бы согласована, там, с руководством партии, там, с президиумом, тогда это была бы одна история. А с учетом того, что, насколько я понимаю, президиум регионального отделения принял другое решение, на мой взгляд, абсолютно взвешенное и правильное, что торопиться некуда, как бы, через год выборы, ради бога, как бы, заявляйтесь, там, и народ сам определит, там, достоин действующий губернатор избраться на новый срок или не достоин. Будут достойные кандидаты, которые смогут на честных выборах победить действующего губернатора или не смогут. И это должны в данном случае решать не депутаты, а все-таки, там, народ. И не нужно подменять одно понятие другим. Закон, слава богу, на сегодняшний день, опять же, повторяюсь, дает такую возможность. Люди сами решат, достоин Никита Юрьевич Белых быть избранным на второй срок или не достоин. Ну, вот что же такое все-таки происходит? Насколько далеко и глубоко должна распространяться эта партийная дисциплина? Я хочу привести последнюю новость. Буквально только что закончился дневной разворот. И Дмитрий Русский, депутат, он вчера на Комитете по социальным вопросам предложил обсудить сегодня на ЗАГС Собрании поправки к закону, который мы называем закон Димы Яковлева. Мы понимаем, что закон спорный. Все вчера представители на Комитете согласились с тем, что да, давайте мы обсудим на ЗАГС Собрании в рамках нашего региона этот закон, за мы или против, какие предложения мы можем послать в Центр. Сегодня же на ЗАГС Собрании все депутаты, большинство из которых естественные единороссы, вот как раз они, они сказали, что нет, обсуждать мы это не будем и вообще на поездку дня этот вопрос ставить не станем. Что произошло за ночь? Вот это и есть проявление партийной дисциплины? Нет, это партийная дисциплина, потому что представители партии Единая Россия в законодательном собрании не могут по партийной дисциплине обсуждать решения своих старших товарищей в Государственной Думе Российской Федерации. Вот и все. Более того, там... А вчера они не могли сказать, что они не могут это обсуждать? Я не знаю, может они не в курсе были, я же не знаю. То есть они может там не читали, как бы они там... То есть они не до конца знают свою партийную дисциплину? Нет, дисциплину они может знают, может они не знали, что там закон принят там большинством депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Но вот это уже совсем нонсенс, как же они не знали, что большинством депутатов Государственной Думы... Ты хочешь, чтобы я обвинил депутатов в Зак Собрании не в профессионализме? Я не хочу, чтобы ты обвинил, я хочу, чтобы ты свое мнение высказал по этому поводу. Мое мнение по поводу закона Димы Яковлева однозначно, я считаю, что этот закон вредный и ни к чему хорошему не ведет, но вопрос заключается в том, что меняется от моего мнения. То есть я могу об этом сказать в эфире «Эхо Москвы». Кто там хочет сказать это с трибуны Законодательного собрания Кировской области, результат будет абсолютно одинаковый, нулевой. То есть если бы сегодня депутаты обсуждали это на Зак Собрании, то толку никакого бы не было, ты считаешь? Даже если бы депутаты Законодательного собрания Кировской области приняли бы и утвердили решение о том, что они против закона Димы Яковлева, это ровным счетом ни на что бы не повлияло. И один субъект из 84 субъектов Российской Федерации не в состоянии, к сожалению, развернуть федеральный закон, который принят Государственной Думой Российской Федерации, причем там явным большинством. А может такая ситуация сложиться вообще гипотетически, что какой-то человек из Единой России, являясь самостоятельной единицей мыслящей, вдруг в Кировском музее встает и говорит, что я вот все-таки считаю, что мы, ребята, поторопились, и наши партии, и вообще все мы, и думаю, что нужно это обсудить. Или этот человек, член Единой России, все-таки должен сначала наверху спросить, может он это сказать или нет? Ну, там, справедливости ради, там, и в Государственной Думе, во фракции Единой России, там, были депутаты, которые отказались за этот закон голосовать, безусловными лидерами по протесту по поводу закона Димы Яковлева, это была, там, фракция «Справедливая Россия» в Государственной Думе, там, помимо того, что, там, многие отказались голосовать, как бы, этот голос приравнивается против. Но точно так же очень много депутатов от «Справедливой России» проголосовали против данного закона, вот, и в том числе, там, кировский представитель в Государственной Думе от «Справедливой России». Министерство юстиции подготовило поправки в закон о политических партиях. Согласно им, предполагается проводить аудит партий, получивших в свой бюджет более 60 миллионов за год. Напоминаю, что в настоящее время такое государственное финансирование получают несколько партий, а всего их пять. Единая Россия, КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Яблоко», да, которых в парламенте не представлено. Проверка партийных касс может использоваться как давление на оппозицию, как считает, например, руководитель партии «Яблоко» Евгений Кокаулин. Ты согласен с таким мнением? Ну, инструментов давления на оппозиционных партий на самом деле очень много, и в том числе, безусловно, если будут давить на тех спонсоров, те организации, которые жертвуют деньги на оппозиционные партии и будут вставлять палки в колеса по действующему бизнесу, по личным руководителям, то, наверное, конечно, это ничему хорошему не приведет, потому что на Западе существует система, когда любой человек может жертвовать деньги на любые политические партии, идеи которых он разделяет. И это носит повсеместный характер, неважно, рубль человек жертвует, 100 рублей или миллион рублей. Если человек эти деньги честно заработал, то он вправе распоряжаться этими деньгами как угодно, в том числе и на... Но это с точки зрения тех, кто жертвовал, и откуда поступают деньги партии. А вот на что расходуются деньги партии с этой точки зрения? Проверки обоснованы? Нет, с этой точки зрения, конечно, там все должно быть прозрачно, и я думаю, что ни у каких там, по крайней мере у крупных политических партий, с этим никаких проблем не возникнет, и там нужды, они, в общем и целом, всем понятны и известны, соответственно, особенно в предвыборный период. И там достаточно и так, достаточно серьезное проводится мониторинг, наблюдение за тратами, как бы и обл. сберком следит за этим, и Центральная избирательная комиссия в предвыборном периоде. Деньги же до регионов не доходят, так что это там больше касается там федерального центра, то есть федерального руководства партии. Ну, пусть проверяют, я думаю, что ничего этого смертельного нет. Да, но с одной стороны, то есть ты согласен, что это может быть использовано как инструмент давления, с другой стороны, ты считаешь, что... Нет, если они будут проверять те государственные деньги, которые выделяются, это одна история. Если они будут проверять частное пожертвование, и это будет использоваться в качестве давления на спонсоров тех или иных партий, это другая история. Ага. Ну, наверное, опять же, вопрос к депутатам. Хотели как лучше, получилось как всегда. Это по традиции, да? Это традиция не изменилась. Ничего не меняется. Так. То есть отношение к этому, ты считаешь, что так будет и впредь? Что с этим нужно вообще делать? Ну, наверное, нужно, прежде чем принимать какие-то решения, взвесить все за и против, и в первую очередь проконсультироваться с теми, кто в первую очередь подпадает под влияние этого закона. Тогда я хочу тебя расспросить все-таки по вопросам бизнеса. То есть в связи с тем, что ввели вот такие законы. Ты знаешь, что отчисления индивидуальных предпринимателей возросли примерно в два раза по различным социальным системам, да? Плюс сейчас еще проблема оттока в связи с тем, что там другая бухгалтерия введена. По упрощенке уже никто работать не может, да? Огромное количество людей закрывает свой малый бизнес. Если мы посмотрим на Кировскую область и город Киров, мы знаем, вот вчера, по-моему, депутат Валерий Турула забрался на очередной ларек, скандируя, что малый бизнес у нас в загоне, и весь малый бизнес будет загублен. Что такое вообще происходит? На что направлена такая деятельность? Ну, там действия Валерия Николаевича, они как раз не вызваны, там, новым законом, касающийся ИП, как бы, это там немножко... Другое, но это все о малом бизнесе. Ну, там, безусловно, там, о малом бизнесе нужно думать и нужно, там, как можно больше, как бы, там, вести консультации, там, на площадке, я не знаю, торгово-промышленной палаты, на каких-то других площадках, спрашивать, там, мнение, как бы, самих предпринимателей. Я, там, считаю, что, там, по ситуации с ИП, это, там, не ведет, как правило, там, к закрытию бизнеса, просто, там, изменение, там, системы налогообложения, ну, там, чуть больше, там, бумаги, чуть больше его волокиты, как бы... Нет, там, чуть больше денег, да не чуть больше, отчисление налогов в два раза... Если мы про упрощенку говорим, как бы, ну, там, можно перейти на общепринятую систему налогообложения и, там, двигаться по ней, там, ну, я еще раз говорю, там, в конкретном, в каждом конкретном случае нужно, там, смотреть причины, как бы, закрытия бизнеса. То есть, если это снос ларьков, это одна история, если изменение, там, законодательство с точки зрения налогообложения ИП, это, там, другая, но, опять же, там, изменение законодательства не говорит о том, что нужно, там, закрывать. То есть, ИП, это не единственная форма, там, налогообложения. Теперь я хочу, чтобы ты порассуждал, вообще, о судьбе малого бизнеса в России. Малый бизнес в России, как таковой, он может, вообще, присутствовать? Ну, он присутствует, он и есть. Вопрос заключается в том, что, может ли он, там, более быстрыми, т.е. развиваться или, там, или вообще развиваться. То есть, он все равно есть, он никуда не денется, как бы, там, у большинства, там, людей, как бы, нет возможности покупать, там, большие компании, там, получать большие кредиты, как бы, заниматься, там, крупным бизнесом, на самом деле, это и не нужно. То есть, там, основа, там, мировой экономики, там, не транснациональная компания, как бы, а все-таки это малый и средний бизнес. То, чего нет в России сейчас или есть? Ну, он есть. То есть, новая экономика России, экономика России однозначно немалый и средний бизнес. Нет, он есть, просто у нас отношение к нему немножко другое. У кого у нас вопрос возникает? Нет, ну, в первую очередь, у семейных предпринимателей. То есть, у нас не развивается семейный бизнес. А есть возможность его развивать? А какая проблема? То есть, там, можно... А в среднем, вот посмотри, какой законный предприниматель. Ну, слушай, там, это, там, не причина, это, это повод. Это точно не причина. То есть, семьи ленивые не хотят заниматься бизнесом? Дело не в этом. Вопрос заключается в том, что, там, никто не мешает открыть, там, мини-пекарню и продавать выпечку и хлеб, да? То есть, если мы берем западный опыт, то сын пекаря мечтает стать, там, пекарем и развивать, там, отцовский семейный бизнес. А у нас зачастую, как бы, там, дети хотят, не хотят заниматься и перенимать, там, традиции... Это политика государства или это традиции семьи? Это внутри семьи, на самом деле, все в этой плоскости... Ну, чтобы завершить сейчас эту тему, сразу тебе скажу, что две недели назад и тему семьи, вообще пропаганды семейных ценностей в нашей стране мы обсуждали с главным редактором бизнес-новостей Олегом Прохоренко. И она у нас заняла практически все особое мнение. Мы с ним очень увлеклись. Когда я посмотрела просмотры программы этой, конкретной, по обсуждению вот этой темы, которая, я вижу, что тебя тоже очень задевает, это никому не интересно. Нет, вопрос... То есть, у нас не могут все работать юристами, бухгалтерами, экономистами. Но хотят. Все считают, что там основные деньги, да? И, там, все хотят зарабатывать много. А на Западе, на самом деле, есть, там, чуть-чуть другой подход. Вот, там, целый пласт населения, там, не пытается стать, там, там, Романом Амбрамовичем. Им это не нужно. А вот этот культ, который у нас на сегодняшний день существует, по крайней мере, среди молодежи, которые пытаются, там, дотянуться, как бы, до вершин, как бы, и стать миллионерами, там. Это отчасти существует, там, в Америке, как бы, когда, там, любой, там, предприниматель, там, хочет стать миллионером, да? Но там есть, там, другое правило. То есть, ты пораньше вставай, попозже ложись, и тогда ты, как бы, там, добьешься успеха. Но для этого нужно работать. А в России, как бы, эти традиции немножко утеряны. У нас были замечательные традиции в советское время. Это, там, династии, династии, да, можно профессию любую ставить, да, но сын гордился профессией своего отца и развивал это, и шел в этом же направлении. И существовали династии, и это, на самом деле, была правильная традиция. Просто нужно было немножко сейчас скорректировать и переложить это тоже на малый бизнес, на частный бизнес, на частный сектор. Я там уверен, что это придет, просто сколько времени на это понадобится, пока там сложно. Но, ты знаешь, существует, наверное, такая все-таки вероятность, что принятие подобных законов, как двукратное увеличение числений в социальные фонды, например, и отмена упрощенной системы, да, все-таки связано с тем, что депутаты в центре и чиновники в центре, да, они слишком оторвались уже от того, что называется малым бизнесом, который очень приземлен. И уж тем более, там, от регионального малого бизнеса. То есть, принимая такие законы, а потом говоря, мы совсем не ожидали такого эффекта, удивляясь, вот это не свидетельствует ли о том, что законодатели уж больно далеки от народа теперь стали? Ну, это, опять же, там, как шутка недели. Я там не читал документ, который подписал. То есть, я принял закон, который, там, в котором, ну, немножко не понимаю. Похоже? Ну, аналогия, по-моему, есть. Очень похоже. Вот на этом мы прервемся на короткую рекламу, после чего вернемся в эфире «Особое мнение» Антона Русских. «Особое мнение» на 101FM. 13.32 в Кирове. Чудеса происходят в сегодняшний день. Не зря я все-таки говорила о весне. Только что мне принесли гигантский букет тюльпанов. Так хорошо стало на душе. И вот таксист, который этот тюльпан и вез ко мне, вот, он сказал, что слушает нашу программу и на то, что по-малому бизнесу сказал, прикрыли мою мини-пекарню. Цены на муку большие, аренда неподъемная, налоги ужасные. Удивительно, что этот таксист вообще еще доехал в такое время к нам сюда в центр. Потому что, судя по всему, пробки в нашем городе увеличиваются, как-то нарастают, там, не знаю, от месяца к месяцу. Сейчас, когда все подснежники выйдут из подснега весной, мы знаем, сколько машин все-таки еще брошено. Я не видела особо эвакуируемых машин в этом году. Мне кажется, пробки еще больше усилятся. Я помню, что был какой-то проект, в частности, в котором ты участвуешь по поводу того, чтобы сделать более проезжим центр города. Ну, мы, на самом деле, по итогам, там, 12-го года, когда с тобой разговаривали о планах на 13-й год, одно из важных мероприятий, которые я там для себя ставил на 13-й год, это все-таки попробовать добиться перевода центральной части на одностороннее движение. Потому что это на сегодняшний день, ну, относительно самый простой и эффективный способ разгрузить центральные улицы. Потому что, ну, количество машин увеличивается, мы видим, что там парковочных, с парковочными местами у нас достаточно серьезная проблема. И, там, кто ездит, тот меня поймет, что в центральной части на маленьких улицах парад там разъехаться практически невозможно. Да, идея такая была, и что с ней происходит? Да, ну, мы, на самом деле, двигаемся вперед. Мы, там, получили, там, положительное заключение от ГИБД Кировской области. Мы очень надеемся, что получим поддержку со стороны, там, муниципалитета. И постепенно, хотя бы, там, вот, в 13-м году мы часть центральных улиц попытаемся убедить, что нужно перевести в одностороннее движение, по примеру, как у нас, там, Роза-Лексембург. То есть, там... Кого придется убеждать в этом? Ну, решение принимает, там, ГИБД Кировской области, там, при положительном заключении администрации города Кирова. Так, ГИБДД, администрация должны дать согласие? Ну, вот, это две структуры, от которых, там, зависит, там, перевод, там, движения. У нас заработала с 2012 года система «Безопасный город», как бы, это камеры. Мы уже, там, видим, как бы, там, сегодняшний день эффект не только материальный, как бы, там, на последнем заседании Городской думы нам озвучили те цифры, которые в результате работы этой системы попали в бюджеты разных уровней. И цифры, на самом деле, с одной стороны радуют, с другой стороны пугают, то есть, нарушают много. Но, там, все говорят о том, что это, там, первые, там, несколько месяцев люди, там, с каждым месяцем будут более аккуратнее, там, и мы сейчас уже видим, что на перекрестках машина останавливалась там, где нужно останавливаться. Я думаю, что в этом направлении нужно многое делать. А что касается сроков? Вот сроков принятия решения? Ну, пока сроков нет, я очень надеюсь, что мы где-то хотя бы, там, в течение, там, ближайшего месяца эти сроки увидим. То есть, хотя бы поймем по графику, как мы будем двигаться. Буду вас информировать по мере появления информации. То есть, в течение ближайшего месяца уже появится какая-то информация, как движется принятие решений по закрытию? Да, когда это будет возможно, и какие там, какие улицы, там, будут переводиться в односторонние. Мы можем увидеть уже в этом году какие-то вот... Ну, я очень на это надеюсь, к сожалению, там, не все от меня зависит, но, там, все, что зависит от меня, я сделаю. Но, собственно говоря, такая ведь практика принята уже очень во многих городах, где цены исторические города закрываются. То есть, другого пути нет. Стояночные места, да? Они не появятся, то есть, в центре сделать какие-то дополнительные парковочные места не представляются возможным. Соответственно, если движение одностороннее, соответственно, парковаться можно по обоим сторонам. То есть, это не будет мешать движению вперед. Возникают проблемы, когда двустороннее движение, и люди начинают там разъезжаться. К сожалению, у нас водители еще часто не совсем корректно паркуются и оставляют машину, где попало. Но вот эта система, которая позволит от этой проблемы хоть чуть-чуть уйти, по крайней мере, в центральной части. Ну, и опять же, мы уходим от лобовых столкновений, когда одностороннее движение... То есть, ближайшее решение кто должен принять в течение месяца? Ну, я очень надеюсь, что там в течение недели-двух состоится совещание со всеми заинтересованными лицами, и после этого там родится какой-то график. Заинтересованные лица, еще раз повторяем, это Администрация города и ГИБД, конечно. Понятно. Еще по нашим темам, тоже связано, кстати, с транспортом, правда, другим транспортом, да, мы говорим об авиации. 12 февраля на заседании комитета ОЗС по ЖКХ энергетики и транспорту депутатами представили проект развития региональных авиаперевозок в ПФО, в перевозском федеральном округе, в котором будет участвовать и Кировский аэропорт. На реализацию проекта из бюджета Кировской области в 2013 году уже выделено 24,3 миллиона рублей. Будут ли, с твоей точки зрения, оправданы такие вложения? И в каком случае будут там? Ну, вот я так скажу, чтобы понять, о чем идет речь. Много кировчан, которые летали в советское время, сейчас говорят, вот раньше мы летали в Яранск, мы летали в Казань, мы летали в какие-то небольшие населенные пункты, было авиасообщение. Вот этот пилотный проект, который запускается на территории Приволжско-федерального округа, он как раз пытается восстановить эту систему авиасообщения с малыми городами. Ну, то есть не с районными, а самолет должен будет летать в Казань, в Нижний Новгород, в Пермь, в другие... То есть не только в направлении Москвы? Да, конечно. Основную нагрузку по этому авиасообщению, насколько я знаю, берет федеральный центр на себя, и это там федеральное финансирование. Потому что понятно, что эти рейсы как минимум на старте будут убыточными, потому что мы не все привыкли, точнее мы уже отвыкли летать на небольшие расстояния. И если это там получится, то я думаю, что жители города Кирова, Кировской области от этого почувствуют только одни плюсы, и 24 миллиона это не такая большая сумма в объеме тех дотаций, которые пойдут на эти авиасообщения. А существует ли вот угроза, потому что наш аэропорт это такая бездонная яма в представлении очень многих, и выделение очередного транша денежных средств, неважно на какие нужды, было ли это строительство взлетно-посадочной полосы новой, ремонт там самого здания аэропорта, и вот сейчас на реализацию проекта внутри региональных перевозок. Не будет ли это опять сказка про белого бычка? Вложили деньги, и опять не получилось сказать. Ну мы попробовали. Нет, нужно разделить там вот все три обозначенные темы. Это абсолютно разные вещи и разное финансирование. То есть вот этот проект, еще раз говорю, 24 миллиона при там общей сумме финансирования, там несколько сотен миллионов, это там небольшие затраты, но по крайней мере кировчане почувствуют там, у кировчан появится возможность летать на небольшие расстояния. То, что касается с ремонтом полосы, ну контроль должен быть, и никто там, никто не скажет о том, что нельзя, не нужно контролировать, нужно контролировать, перепроверять, как бы там, задавать вопросы, как бы проводить аудит. Но опять же там полоса это там в большей степени федеральная собственность. А то, что касается реконструкции самого аэропорта, да, то есть там есть много вопросов и с точки зрения там объемов финансирования и с точки зрения выполненных работ, ну там есть соответствующие службы, они должны с этим разбираться. Если есть, если есть не там какие-то там злоупотребления или какая-то халатность, ну делать выводы там существует, там административная ответственность существует в конце концов. Но у тебя вопрос позитивный, то есть проект будет реализован. Ну мы же все мечтаем, как бы, что вернется, вернется эта возможность летать там в Казань, в Пермь, там и другие там ближайшие города. То есть мы восстановим то авиасообщение, которое было в советское время. Что в этом плохого? Да.